И еще одна информация, которую попросим вас прокомментировать. Эшелон новых гаубиц, который появился на украинской границе со стороны Беларуси. Насколько это является потенциальной угрозой в такой конфигурации? Да, это угроза. Это говорит о том, что белорусская армия стягивает артиллерию. Как мы видим, артиллерия как была, так и остается богом войны. Поэтому превосходство в артиллерии и в ее дальности всегда дает преимущество над противником. Поэтому это гаубицы 2С3, акация с дальностью 17 тысяч метров максимальной. Но это говорит о том, что намерения все-таки, скорее всего, у Беларуси более агрессивные, чем мы надеялись. Поэтому нам надо быть готовыми к тому, что это может быть применено против нас. Да, услышали. Услышали. Я буквально просто коротко уточню. То есть мы сейчас можем подразумевать, что в ближайшее время Беларусь может развернуть наступательную операцию на Украину? В ближайшее время нет. Почему? Потому что у них с 18 июня по 8 июля начинаются учения с военкоматами по мобилизации. И они должны будут развернуть, призвать, точнее, военнообязанных 35 тысяч. И увеличить численность военнослужащих в армии до 80 тысяч человек. Вот по окончании этих учений мы посмотрим, сколько они соберут, сколько развернут. И дальше еще примерно как минимум месяц обучения. Но и после этого формирование батальона тактических групп. И тогда уже можно говорить о применении этих войск. Так что пока что с одной стороны угроза, конечно же, нарастает. А с другой стороны Белоруссия или Лукашенко играют в свою любимую игру. Что мы готовимся к войне, но пока еще не готовы. Спасибо большое. Спасибо вам за разъяснение. Олег Жданов на связи с нами был военный эксперт. Нападаю. Фронт. Политика. Экономика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok